Добрый день, друзья! Сегодня мы буримся в Электрогорске. Вот сзади меня этот участок находится, где мы будем буриться. Сейчас заказчик нам откроет калитку, посмотрим. Здесь была раньше скважина. Вот там Влад на заднем плане ходит. Мы с ним сегодня боремся. Была скважина, но скважина уже не работает. Дом был куплен с этой скважины. Так что посмотрим, что получится. Ну вот такой участок надо будет. Вот там за дом с той стороны угла будет скважину делать. Может быть не надо будет делать, потому что там скважина у людей была. Сейчас мы ее попробуем, что там, какая глубина дает для на воду. Может быть просто... Так, с водой у нас проблемы, да? Всего лишь одна бочка пока. И две бутылки 19 литровые наполнены. Так, сейчас посмотрим, где. Вот Влад уже колдует здесь. Я думаю, он работает. Он тоже видео снимает. Вот скважина. Почему-то обратный клапан здесь сверху стоит. Вот он прямо обратный клапан стоит. Сейчас мы ее будем реанимировать. Здесь два септика есть. Три-два кольца. Но на два кольца он пустой полностью. На три кольца там пол кольца воды. Но этого мало будет. Может быть соседи дадут. Сейчас будем разбирать, смотреть. Влад получает стерву сейчас. Сейчас мы будем смотреть, что у нас будет здесь. Сейчас мы уже посмотрим. Вот. Подсоединили. Сейчас будем старую. Вот подсоединили. Сейчас старую скважина. Будем запускать. Посмотрим сейчас, что получится. Воду замерили там. Три метра буквально от поверхности. Она стоит. Вот. Влад. Всем привет передавай. Привет, Град. И ты тоже передавай. Всем привет. Все. Все, ребят. Тогда мы начинаем. Да, первый запуск пошел. Сейчас. Ну что, первый запуск. Да, первый запуск пошел. Сейчас. Ну вот. Старую скважину мы запустили. Идет чистая вода. Напор хороший. Скважина находится на 9 метрах. Ну, 8,70 где-то так. Вот. 8,70. Вода стоит на 3 метрах. Кстати-то. Сейчас посмотрим, будет это вообще заканчиваться или нет. Если не будет заканчиваться, то, в принципе, и бурить не надо. Здесь больше тонны выдает. Могу даже больше сказать, если выдает, наверное, тонну 800. Если она не закончится, то, в принципе, старую скважину реанимировали. Надо будет только останется подсоединить к заказчикам насосу. У них Беломос насос. Или Беламос, как он там называется. Как он правильно называется? Беламос. Беламос. Мне просто кто-то начал говорить Беламос. Беламос. Он же советский. 1100 Ватт, да. К ним подсоединить в дом. Это вот там у них соединение идет. И вон труба с утеплителем вверх. Подсоединим и посмотрим. Может, и не надо будет ничего делать. Так, ребят, ну вот мы с Владом все-таки запустили скважину. Вот, сейчас идет вода. Ну вот, друзья, уже час прошел. Напор не падает. Скважина реанимирована. Работает. Копать на скважину свою не надо. Смышл какой-то, когда эта скважина выдает. Сейчас мы здесь разберем. И свою трубу подсоединим. Потому что эта труба, не знаю, что за специалисты делали. Тут стенка 2 мм. И она не гостовская. Так, подешевле кто-то пытался сделать в свое время. Вот, и заведем в дом. Туда засунем и в дом подключим Беламусу к насосу. И вот, удадим. Все, на этом у нас закончено будет работать. Ну вот, подсоединили мы насос. Вот так в доме ходит скважина. Соединили. Обратный клапан стоит. Удленили переходную туту муфту, чтобы здесь не мешало. Все запустили, все качает. До этого почему-то у специалистов, кто здесь приезжали, он не работал, не качал. У нас все работает, все качает. Дает воду. Да, в принципе, можно и покрасать. Вот, таким образом сейчас я в окно вытащу. Включай. Включился сам движок. Сейчас накачивает воду. Камера пляшет. Как всегда. Все, наполнился. Вот, напор. Поливай, все хорошо. Все, вот, выключай. Вот, напора уже нету. И ждем, пока сейчас бак наполнится. Все, автоматически выключился. Все отлично. Короче, заказчики довольны. Вот в таком состоянии мы сдаем скважину. Ну, здесь мокро, просто мы его из окна поливали. Показывали, как у нас тут работает приемок. Ямку закопали. Шур, так сказать. Откуда скважина идет. Все заизолировано. Все сделано. Здесь вход в дом, куда будет потом уже подсоединяется греющий кабель, что в зимний период она работала. Ну, там еще люди утеплят ее вокруг этого утеплителя. Вот так все у нас издается. Ну, ребят, время 13-13. Сейчас 13. Вот мы с Ладом сидим, уже все сложились. Чаек пьем? Чаек гоняем, да. За матушку природу, за матушку землю. Воду дала. Ну, как вот дала. Ну, я понимаю, что мы сами сегодня не бурились. Вот так надо скважины поднимать и делать. Приехал, поднял воду, закопал зумб и уехал. Да. И все довольны остались. Да, ребят, нам действительно повезло. Спасибо матушке природе, что нас так повезло сегодня. Да, отлично все. Вот вот так. И 2 тонны 600, ребят, это обалдеть, конечно. Ну, самая легкая скважина. Да. Железо, конечно, присутствует, но... Я правда не знаю, как мы ее копали бы, потому что воды-то не было у заказчика. Там вообще ни о чем. То, что там была 120-литровая бочка всего лишь. И привезли две 19-литровых канистры. Да, всего лишь. И нам бы этого, естественно, не хватило, а воду у них брать неоткуда. Там, скорее всего, надо было бы идти к соседу, договариваться, неизвестно, на какой метраж у него там дал бы левому воду. Ну, опять же, заказчик сказал, вода есть, будет. Ну, нам так повезло, что нам и бориться не пришлось. Да. Ну, раскачали ту скважину. Все нормально. На 9-ти... У заказчика горели глаза. Да, да. Они не пользовались ею, у них не было воды, они воду привозили с собой все время и думали, что там скважина все, мертвая, потому что приезжали специалисты, я уже говорил. В октябре, по-моему, они сделали, да, Владислав? Нет, в октябре они купили участок. А, вот с этого времени они никак не могли поднять воду? Да, приезжали специалисты, так называемые, которые якобы подключали им насос, так далее, воду они не смогли поднять. Ну, там было такие подсосы, на таких соединениях они там столько соединений понаделали, что это было невозможно ее поднять просто. Бесполезно. Да. Вот, и они сказали, нет, у вас воды, короче, скважина не рабочая. Вот так, вот так. Люди работают, наверное, за это еще деньги получили, мы не спрашивали, я не знаю. Получили, они сказали, получили. А, ну, они еще и деньги по-легку взорвали, и все, да, и уехали. А мы вот, воду дали людям. Так что, нас с удачей, заказчику с удачей. Всем удачи, ребят. И всем не меньше двух тонн воды на каждой скважине. До новых встреч, друзья. Давайте, мужики. А с вами был Влад Леший. И водяной. И водяной. Удачи.